В сообщество попутчика Блаблакар пришло в Россию в 2014 году и за 7 лет в нем зарегистрировалось более 25 миллионов человек. Сервис удобен как для водителей, так и для пассажиров. Первый с его помощью компенсирует расходы на бензин, вторые путешествуют по доступной цене. Но, к сожалению, удобным сервисом для междугородных поездок пользуются не только добросовестные граждане. Мошенники размещают на Блаблакар объявления о поездке, ничем не отличающиеся от настоящих. Когда речь заходит об оплате поездки, жертве предлагают купить билет по ссылке якобы на Блаблакар. На самом деле никаких билетов Блаблакар не продает. Сервис позволяет водителю и пассажиру только найти друг друга. А вот оплата по условиям сервиса осуществляется уже по факту поездки. Один из случаев мошенничества произошел в Екатеринбурге. Девушка хотела уехать в Нижний Тагил и нашла подходящее объявление за 100 рублей. Водитель отправил попутчицу ссылку, которая внешне напоминала стандартную форму бронирования заказа. Ничего не подозревающая жертва ввела данные своей банковской карты и в скорость ее счета списали 7 тысяч рублей. Такие случаи происходили в нашем городе. Саровчанка забронировала поездку на официальном сайте и уже собиралась в дорогу. Сразу после предоплаты объявление исчезло. В итоге девушка никуда не поехала и лишилась 5 тысяч рублей. Потерпевшая перечислила предоплату за будущую поездку на расчетный счет, предоставленный злоумышленникам. После, естественно, поездка была отменена, а деньги не вернули. Полиция предупреждает, что мошенники часто используют поддельные ссылки на популярные сайты. Поэтому переписку рекомендуется ввести только через официальные интернет-площадки и приложения. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Сарова, 24.